Запорожская АЭС Реактор корпусной, сверху над реактором существует так называемая гермооболочка, которая не позволит выйти наружу радиоактивным веществам. В Чернобыле же сверху только там были плиты биозащиты железобетонной. Над каждым энергоблоком станции установлен купол гермооболочки. Он может выдержать падение самолета или землетрясение магнитудой до 7. Поэтому, когда на востоке Украины, в 300 километрах отсюда, начался вооруженный конфликт, сотрудники АЭС сохраняли спокойствие. Руководство станции полностью уверено в системах безопасности энергоблоков. И после того, как проектные сроки эксплуатации, двух из них закончились, было принято решение об их продлении. Заместитель главного инженера энергоремонтного подразделения Сергей Гурин рассказал нам, что после модернизации блоки смогут работать еще по меньшей мере в течение 10 лет. На порядок дешевле отремонтировать и продлить срок эксплуатации, чем строить с нуля новый блок. Те блоки, которые отработали проектный срок при детальном ремонте, осмотре, замене основного оборудования, могут быть продлены. Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии Евротом. Однако активисты экологических организаций высказывают сомнения относительно того, что модернизация осуществляется в соответствии с самыми высокими стандартами, как заявлено правительством. Они считают, что эксплуатацию старых блоков нельзя продлевать в принципе. Атомная энергетика не может быть безопасной, потому что в ней изначально заложены риски именно из-за самой технологии. А работа блоков вне проектного срока обозначает, что часть оборудования будет изношена, не все оборудование может быть заменено. Но это повышает риск аварий. Эколог Алексей Пасюк также сомневается в обеспечении безопасности реактора в случае военного конфликта. В момент, когда это все рассчитывали, были одни представления о том, какие самолеты могут создавать проблему. Но с тех пор мир поменялся, и есть большие межконтинентальные Боинги. Если посмотреть технические оценки рисков, которые делались 15 лет назад в Украине, то не предполагалось, например, ведение боевых действий. Теперь это становится проблемой. Наследие Чернобыля остается серьезной угрозой для европейской безопасности. Международное сообщество помогло профинансировать строительство нового защитного сооружения над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Шрамы же, оставленные на судьбах многих людей, аварии 26 апреля 1986 года удалить не удастся уже никогда. Субтитры создавал DimaTorzok